Традиционно в начале весны в городе над Бугом проходит настоящий праздник красоты, моды и грации – весенний каприз. Уже не один год в рамках творческого форума свои работы представляют юные берестейские художники-модельеры. Спортивная форма и вечерние наряды, веселые детские платья и серьезные деловые костюмы. Коллекции юных модельеров разнообразны как по стилю и содержанию, так и по технике исполнения и форме подачи. В этом году у нас очень много коллекций, 26 коллекций. Из них 4 коллекции – это коллекции коллективов с Пружан, Березой и Баранович. 9 авторских коллекций, тоже очень много. Девочки-старшеклассницы стали авторами коллекции. Их идея, их пошив, конечно, помогают демонстрировать им свои одноклассники, скажем так. И 13 коллекций в коллективах школ. Благодаря работам у зрителей и жюри была уникальная возможность побывать в музее «Эрмитаж» и побродить по улицам Лондона. Посетить урок физкультуры и окунуться в настоящее яркое и красочное лето. Каждая коллекция – это настоящее завершенное произведение искусства, которое дарит определенный настрой и атмосферу. Так как каждое платье, костюм, музыкальное сопровождение и даже жесты, взгляды модели были продуманы до мелочей и создавали единый образ. Мы участвуем первый раз в этом конкурсе. Мы решили принять участие, потому что это очень интересно, сомневшить платье. Конечно, мы хотим добиться победы. Каждый как-то отличается по-своему, то есть одинакового ничего нет, каждый по-своему хорош, у каждого как-то это все креативно, красиво. Будем ждать результатов. Уже не один год именно весенний каприз является хорошей стартовой площадкой для юных кудесниц. Попробовать свои силы, услышать отклики и пожелания, понять, что можно и нужно исправить и в каком направлении двигаться дальше – все это бесценный опыт, который дает уверенность. Он необходим как начинающему модельеру, так и просто человеку творческому, для которого мода и все, что с ней связано – это любимое хобби, внахотомляющее на новое свершение, в том числе и в рамках подобных модных форумов. Очень интересно, немного страшно, но мы думаем, что у нас все получится и мы выиграем. То, что моделирование останется в нашем хобби – это 100%.